Всем привет! Сегодня поделюсь рецептом жаркого. Мы его пробовали, когда отдыхали в горах. Получается очень вкусное, очень ароматное, питательное. Попробуйте сделать его обязательно. Уверена, вы не пожалеете. Нам понадобится мясо. Я буду использовать свинину лопатку. Можете взять на свой вкус. Курочку, например. Далее грибы. У меня шампиньоны и лесные грибы. Они были сушеные. С сушеными грибами надо поступать так, как написано на упаковке. У меня нужно было их замочить, потом немножко проварить. Грибочки можно брать любые, какие вам нравятся. Хорошего размера луковица. Фасоль. Фасоль я буду брать уже консервированную, чтобы не мучиться и не варить. Очень хорошо и очень вкусно, если у вас получится найти фасоль крупного размера. Далее заправлять мы все это будем сметанкой. И для драников отдельно готовим картошечку сырую, немножко муки, яйцо. Также нам понадобится подсолнечное масло для жарки и соль, специи на ваш вкус. Первым делом на очень горячей сковороде, на небольшом количестве растительного масла, обжариваем все сырые продукты. Это мясо, лук и грибы. Обжариваем по отдельности, не до готовности, а просто, чтобы получилась красивая золотистая вкусная корочка. Все уже обжарили. Мясо, грибы, лесные грибы, лучок. Теперь сюда же добавляем фасоль и аккуратно перемешиваем. Я складывала сразу в ту емкость, в которой буду запекать. Если вы будете делать порционно, смешайте в какой-то нибудь миске все это и потом нужно будет разложить по горшочкам. Аккуратненько перемешиваем. Уже так вкусно, красиво получается. Теперь надо сделать для всего этого вкусную заливочку. Я буду использовать сметану. Если хотите, можете взять сливки или молочко, кто как любит. Сюда же буду добавлять воду. Если хотите более насыщенный, питательный вкус, можно добавить бульон. Хорошо размешиваем. И выливаем сюда. Добавляем соль, специи по вашему вкусу. Если хотите более насыщенный грибной вкус, можно добавить любую грибную приправу или бульонный кубик грибной. Теперь всю эту смесь накрываем крышкой и отправляем в духовку на 200 градусов минут на 15-20. Если будете использовать не свинину, а курицу, то можно обойтись 10-15 минутами. Пока жаркое у нас готовится в духовке, приготовим драники. Я натерла картошку на крупной терке. И для того, чтобы драники получились хрустящие, надо предварительно картошечку посолить, перемешать и оставить немножечко опустить сок минут на 5. Дальше мы сольем лишнюю жидкость и будем добавлять остальные ингредиенты. Картошечка постояла. Выдлившуюся жидкость я слила. Теперь добавляем сюда яйцо. Солить дополнительно не будем, потому что соль уже была. Далее я добавлю специи для картофеля. Вы можете добавить такие специи, какие вы любите. И немножечко муки, чтобы более вязкая получилась масса. Хорошо перемешиваем. И теперь обжариваем драники на растительном масле на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета с двух сторон. Жаркое я провела в духовке положенное время. Проготовилось, все вкусы соединились. Теперь достали мы его. Снимаем крышечку. И наши прекрасные золотистые драники выкладываем сверху. Если будете делать порционные драники, можно сделать такого диаметра, какой у вас горшочек. Будет вообще очень красиво. Драники разложили сверху. Теперь отправляем в духовку без крышки еще минут на 5-7. Смотрите, чтобы драники сильно не зажарились. Такое классное жаркое получилось у нас. Сверху зажаренные хрустящие драники. Очень вкусное, ароматное. Грибы, мясо, фасоль. Потрясающий вкус. Уверена, вся ваша семья оценит это блюдо. Получается просто, ну, очень вкусно. И сверху несколько драников. Приятного аппетита!